Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Это уже, по-моему, четвертая часть в этом магазине. В этом магазине имеется несколько брендов. Это Notes, итальянский бренд, также Diana Colessi, итальянский бренд. Потом есть бренд Caractere. Я уже показала эту коллекцию немножко частично. Я не могла показать полностью коллекцию этих брендов, которые я вам назвала. Но частично я вам презентовала для того, чтобы, когда вы подпишетесь в мою группу Telegram, вы будете видеть, что я еду, например, в аутлет, в какой аутлет я еду. Я всегда оставляю в Telegram, в группе моей Telegram, пишу наименование брендов, которые есть в этом аутлете. Вы можете воспользоваться, записаться заранее. И я уже позвоню к вам на WhatsApp, и мы поработаем с вами, и я куплю то, что вам нужно. Вот так вот я работаю. Не нужно ждать, когда я сделаю съемки всех брендов, которые есть в Италии. Я работаю вот так. Я не теряю время, на длинные видео не делаю. Есть фотографии с ценами некоторых позиций некоторых брендов, которые я публикую в Telegram. А когда есть свободное время, я делаю немножко с фотографией с ценами или съемки. Ну что ж, в закрепленном комментарии есть ссылка в мою группу Telegram. Если по этой ссылке не получится зайти в мою группу Telegram, то напишите мне на WhatsApp, и я вышлю вам условия моей работы, способ оплаты, тарифы доставки и ссылку в мою группу Telegram, по которой вы легко сможете зайти в мою группу и подписаться. Ну а сейчас я продолжу, потому что в первой, во второй, в третьей, по-моему, части я показала вам предыдущие бренды, которые я вам прорекламировала. Елена Миро и Луиза Виола, это бренды, которые имеют большие размеры, плюс сайз. У меня есть клиенты, которые любят этот бренд, поэтому такие бренды, как Елена Миро, Луиза Виола, Марина Ринальди имеют большие размеры. Соответственно, от маленького до большого. Соответственно, худенькие тоже могут приобретать, тоже могут заказывать. Ну вот, есть желание, пожалуйста. Значит, пиджачок красивый. Я сейчас полноценно съемку не делаю. Еще раз напоминаю вам, я просто презентацию делаю, что есть именно такой магазин с этими брендами. И когда я еду, вы можете воспользоваться этим, и я зайду и отработаю с вами отдельно. Ну, 125 евро брюки, красивый топик, очень весна, сейчас лето, весенние коллекции. Кстати, у этого топика есть, как и у Марина Ринальди, в этом, не манжеты, а рукава, которые пришиваются отдельно по желанию. Можете носить вот так, как топиком. Можете рукава у портного пришить. Это что-то плюс, правильно? Не могу найти цену. А, вот она, цена 135 евро стоит. Значит, продолжаем немножко по-быстрому. Вот такой вот красивый коралловый цвет, очень красивая блузочка, шикарная. В 85 евро стоит она брючки. Такого же принта, как и топик. Здесь, видите, по бокам снизу есть разрезики при открытии, внутри есть, видите, вот так вот материалом, все так красиво смотрится. Так, брюки 135 евро. И этот топик, естественно, можно купить вместе с этими брюками. Поняли, да? И можно как бы это все вместе, можно раздельно. Это уже на ваше усмотрение. Вот такая вот кофточка с длинными рукавами. Ну, блузочка это все-таки не кофточка, а блузочка. Значит, 90 евро. Кардиганчик, жакетик вот такой, тоже коралловый цвет, 120 евро. Платье белое. Шифоновое вот такое вот платье. Тоже очень красивое. Мне бы так хотелось, чтобы вам было видно, но все не покажешь. Вот такое шифоновое красивое платье. Здесь идет вот так вот рукав. Я, по-моему, такое платье купила. Кому-то, может, не купила, я уже не помню. Но точно помню, что рассматривала его, когда работала с клиенткой. Вот такое вот платье. Такой же принт. Принт, как я вам показала, брючки, да? С топиком. И также здесь идут рукава, которые можно пришить по желанию. 185 евро. Накидочка, накидочка. По желанию накидочки это для того, чтобы, ну, открытое, например, у вас декольтированное платье. И хочется так на плечи прикрыть аккуратненько. И будет красиво, элегантно. 80 евро. Топик точно такой же, как я вам показала, по-моему, вот в этом коралловом цвете с валанами. Также есть и в синем цвете. Точно такая же цена. 85 евро. И это Елена Мира у нас, да? Елена Мира. Еще один топик. Он другой. Видите, здесь рукава. В общем, коллекция, она огромнейшая. Я же не могу каждую вещь вам показать. Я просто частично вам показываю, презентую. А когда я здесь, вы можете воспользоваться моментом, мои дорогие. Вот такой вот красивый пиджачок. Тоже. Материал такой, нет, не трикотажный, креповый. Ну, такой плотный креп, скажем так, да? Ну, очень хорошего качества. Пиджачок. 145 евро. О, сейчас упадет. Блуза, блуза. Тяжело мне ее показать. Она в темном виде не видно хорошо. Брюки. Такой же ткань, как и пиджак, который я показала вам вот здесь вот, да? Точно такая же ткань. Цена этих брюк 110 евро. Футболочка. Я понимаю, что вот так вот не разглядеть. Я же быстро показываю, да? Но, тем не менее, это же презентация, имейте в виду, да? Делайте скриншот обязательно с ценой. Даже если вот в таком виде скриншот сделали, и вот так вот с ценой, я уже могу сделать запрос в ответ, чтобы мне сфотографировали и сказали, есть ли размер ваш или нет. Поняли, да? Не обязательно с ценой. С ценой фотографию мне отсылать надо. Бирюзовый цвет джакет 139,90. Луиза Виола. Луиза Виола, еще раз напоминаю, имеют большие размеры. Но так как это утлет, конечно же, бывает такое, что здесь не все размеры. Потому что это утлет. А утлет уже после бутиков идет. Вот такое вот красивое платье. Тоже бирюзовое. Посмотрите. Очень красивое. Здесь сбоку идут вот так вот волан. С одной стороны. И с другой стороны. Только в области рукава. Вот так вот, видите? Достойное. Так, платьишко. 129,90. Вот такой вот пиджачок. И здесь тоже оттенки лаванды, сирени. Не знаю, что-то ментолового оттенка. Тоже такие же пиджачочки. Вот такое вот платье тоже ментолового цвета. Очень красивое. Такой нежный-нежный. Зелененький ментоловый цвет. И на рукаве вот такая вот ажурность. Присутствует 225 евро. Дорогие мои зрители, сейчас заканчивается у меня видео. Я продолжу, потому что я хочу немножко пройтись по Луизе Виоле. И еще Луизе Панёле. Ой, Елене Миру, извините. Хочу пройтись немножко. И уже на этом все. Потом отсюда уйду. Ну, а вы запомните, что я когда еду, вы можете обратиться, я зайду в этот магазин. Антология. Продолжение следует...